Кстати, я вот заметил, что сегодня мы тоже ездили по городу вашему. Очень многие ездят на технике в различных вот таких масках. И вот мы тоже ее видим. Маска Шрека с рожками такими. Ну, больше он такой инопланетянин. Да, это у нас сейчас в Казахстане пошла мода. В этом году люди одевают такие вот чехлы. Прикольно, красиво, как говорится, краски в город добавляют. Как бы города немного сероватые. Ну, ездят в основном на скутерах, гоняют. И шлема с ушками? Кстати, как у вас смотрят они, ГАИшники? Да нормально, верно. Не проявляют ничего? Просто голову поворачивает и все. Ну, увидели что-то новое. Понятно. А так шлем-киска. Красиво. Ярко, необычно, молодежно. Ну, я смотрю, что у вас, в принципе, есть тоже различные аксессуары. Вот, то есть там вот и ручки, грипсы, есть слайдеры, есть различные поворотнички. То есть для тюнинга, да? То есть у вас все-таки тюнинг-то процветает в Казахстане. То есть люди берут, покупают различные пивомбасики к себе. Даже он в фильтр на сопротивление лежит. Да, нулевики, вариаторы передние. Как вариаторы, кстати, стоит усиленный? Если, например, смотреть на 50-ку, да, то в районе 11 тысяч до 18, в зависимости от комплектации. Если 125-150, то от 12, также до 18 тысяч, в зависимости от комплектации. Ну, то есть также, в принципе, можно приехать вам в салон, купить, условно говоря, там, мотоцикл, мопед, скутер, купить экипировку на него. Также, в случае чего, купить какие-то запчасти на него, обслужить технику, то есть купить фильтра, масла, соответственно. И также можно купить что-нибудь для тюнинга. Да. То есть, приехав вот в Мотосити, вы уедете? Да, стандартный мотоцикл и немного какого-нибудь тюнинга добавили для себя. Ну, и давайте, раз уж мы понимаем, что в вашем салоне можно купить не только технику, но и запчасти, мы видим, что тут очень много разных вещей продается, в том числе даже съемники различные продаются. То есть, если кто-то хочет обслуживать технику сам, легко может прийти, купить и обслужить его. Есть различные, также, при бомбасике какие-то, как мы про которые сказали. Расклепальники. Сейчас, в данный момент, появилась новинка для расклепания ГРМ-цепи. То есть, обычная цепь ГРМ, да? Да, 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 вот они позиции у нас, вот такая вот моделечка. Вот, например, для обычной приводной цепи усиленный съемник идет. То есть, если вы хотите сами поменять цепь, заменить, не снимая колеса. Ну, например, вот эти вот позиции их берут более ремонтники, как бы ГРМ не каждый сможет расклепать и заклепать правильно. Да, соглашусь. И вот, Александр, нам приготовили тут, я смотрю, какие-то интересные вещи, которые продаются только у вас в Казахстане. Вот мы в России, ну, ладно, лампочки LED я видел с модулем. Ну, не знаю, насчет, например, коммутаторов есть у вас нет, но у нас вот это новиночка. Это у нас коммутаторы на 9 режимов, спорт, коммутатор идет позицией. Обновленная версия, например, если хотите что-то улучшить в скутере, то можете поставить спорт. Опять же, это мотоциклетный идет на постоянном токе. Этот коммутатор стоит 8500. Ну, то есть, в принципе, вполне реальный день, там, полторы тысячи рублей, условно. Ну, да. Как бы, цена и недорого, ну, и какой-то в легкий тюнинг, как бы. И то есть, он просто сам переключаешь, ну, как бы, соответственно, уже конечно проверяешь, да? Да, 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 на позициях. Сейчас вот получили новую новиночку, например, вот такая вот. Не знаю, как в России есть у вас, такое нету, но это вот. Увидел, кстати, эту систему в Ютубе, решил завести. Смотрите, это коммутатор также с режимами. Здесь выставление уже идет механическое, выставляете, например, выставили все позиции вниз, одну вверх, да? Вы выставляете обороты. Удобно, кстати, для тех, кто сдает в аренду скутера. Например, здесь есть режим на 4 тысячи оборотов, на 6 тысяч, на 8, на 10, 11. Отсечку получается, можно поднять. Отсечку, да, выставляете отсечку, максимально здесь режим идет на 12 тысяч оборотов. Компоун он просто залит здесь, да? Да, он залитый. Ну, на вид он качественный, проверил, кстати, вчера работает идеально. А цена такого коммутатора? Цена в районе также будет где-то 8500-10 тысяч примерно. То есть получается только обороты, да, выставляет, ну или что-то еще делает? Нет, пока только по оборотам. Возможно, есть какие-то другие функции, но в данный момент разобрался только по оборотам. На него же? Нет. На другое что-то? Есть, кстати, видео, ну, могу показать сейчас. На 4 тысячи оборотов я вот проверял. Он дальше не дает отсечку. То есть получается, вот, другого говоря, первый режим, допустим, там 4, потом 6, потом 8, да, получается? Там в районе, если не ошибаюсь, 7, кажется. Ну, скорее всего, можно два учащиха, что там какие-то другие будут обороты, да? Да, потому что я говорю, я в данный момент только разобрался по оборотам. Сегодня-завтра, возможно, буду разбираться, какие еще есть плюшки в этом коммутате. Вот Александр нам продемонстрирует работу данного устройства. Вчера он как раз проверял его. В данный момент на 4 тысячи оборотов скутер будет работать. Отсечка. Все, дальше он не повышает. Максимальная отсечка стоит на 4 тысячи. Соответственно, купили вы ребенку скутер, спрятали от него ключ, заблокировали, спрятали куда-нибудь этот коммутатор, поставили его в работу, и он вам, получается, быстро не поедет, будет тихонечко учиться ездить и пора. Ну и постепенно вы просто повышаете обороты по конфигурации коммутатора. Интересное решение. Ну и также на будущее, в принципе, я думаю, что люди, которые торгуют техникой, могут купить подобное устройство для того, чтобы проверить электронную систему, как оно работает, продемонстрировать людям. Так, что еще интересное у нас есть? Есть у нас тюнингованный задний вариатор на усиленной пружине. Также к этому же комплекту можно докупить передний вариатор на скутер. Также, ну, здесь уже позиция идет у нас с комплектацией пружины усиленной. То можно просто взять, например, задний вариатор не брать, а взять обычный стандарт и поставить туда пружину. Но это если с этой. Здесь более увеличенные щеки. Что дает? Дает скорость. Сколько примерно на привавке? Ну, от 5 до 15 километров. Опять же, в зависимости, на сколько щеки больше и на сколько громовка. Цена вопроса? Цена вопроса 18 тысяч. Ну, то есть, условно говоря, за там 10-ю стоимость даже получается. Да, в районе 30-40 тысяч можно как бы ускорить. Доработать, доработать скутер. Ну, в целом, было очень интересно. Мы узнали для себя нового-нового про северный рынок Казахстана. Потому что Астана все-таки находится на севере. Очень холодно, ребят, реально. Да, у нас сезон приехали очень большой градусов. Вот. Что хотелось бы еще, Александр, узнать? Какие планы на следующий год? То есть, как вы думаете, что появится нового на рынке Казахстана? Что появится нового у вас? Может быть, какие-то есть анонсированные новинки? Ну, в данный момент мы как бы не ждем какой-то обновки по технику. Да, возможно, мы будем завозить те модели, которые у нас закончились. Например, по севкам там 450-ка, 650-ка позиция. Возможно, для новичков еще завезем, опять же, 250-ку предыдущей модельки. Что-то по рейсеру, возможно, по Кая, по-любому будем завозить. Были у нас еще, кстати, по квадой композиции большие 800-ки, литровый двигатель на полном приводе. А примерно ценник у вас в рынке вашем? Если, например, по малокубатурным для детей, то ценник где-то идет от 500 тысяч за качественный квадрик, да, и до миллиона. Это для детей, подростков. Если, например, на полном приводе, то там уже ценник от 2,5. А бренд у вас тоже CFMoto будет? Если полный привод, да. Пока работаем только CFMoto. Следующий вопрос. Хотелось бы еще узнать. Мы все посмотрели, для нас все понятно. Но в целом, чем вы выделяетесь на фоне ваших конкурентов? То есть все в целом для рынка. Я понял, что к вам можно приехать, в принципе, купить. Ну да, по сути, у нас есть все, что нужно для мотоциклиста. К нам приезжают люди из других стран. Например, недавно был мужчина с Австралии. Вот у нас люди приезжают с других стран, например, что-то докупить, где-то цепь, масла на замену, чтобы проехаться дальше. Например, вот недавно мужчина у нас был, если не ошибаюсь, где-то дня 3-4 назад он приехал с Австралии, взял у нас масла, цепи, расходники. И тоже заснял наш магазинчик для себя и поехал дальше. То есть если захотите посмотреть, можете найти Думу на Ютубе? Да. Поэтому вот наклеечки. Здесь у нас вот люди, если не ошибаюсь, с Россией были. Вот они. Вот, кстати, мотошкола. Она обучает детей. Также проводят соревнования, ездит по Казахстану, по разным странам. Она, если не ошибаюсь, где-то с 90-х, если не с 80-х годов обучает людей. Интересно. В окончании ролика Александр нам решил показать свой мотоцикл. Да. Ну, свой мой ребенок. Самый мощный, самый большой. Вот, кстати, да, реально. То есть если ребенок ваш хочет заниматься, можно не покупать ему Begavell, а взять сразу вот такой вот мотоцикл и тихонечко учить его ездить на двухколесном друге. Приучать, так сказать. Да, кстати, эта модель, я не скажу, что она слабенькая. Хоть здесь и 60 кубиков, но она разгоняется с взрослым весом в районе 60-70 кг, в районе 35-40 км в час. То есть, в принципе, тут рабочая подвеска. Тормоза стоят велосипедные, дисковые. Ну, в принципе, их достаточно для такого мотоцикла. Колеса здесь десятые на грязевой резине. Система вариатор. Грубо говоря, задний тормоз, передний тормоз. Ничего сложного. Дети ездят в районе от 5 лет до 8, в зависимости от ребенка. Ну, рост ребенка, да, будет зависеть больше. Ну что, Александр, могу пожелать вам хороших продаж. В действительности очень интересное, очень хорошее место. Я рад, что в Астане есть такой магазин, где может осуществиться мечта практически любого мотоциклиста. И Александр вам с легкостью в ней поможет. Большое спасибо. Спасибо, и вам удачи. До встречи.